И вот пошло время, да, значит, мы растеряли свои трудовые кадры, к сожалению, да, мы закрыли предприятия, и так далее, и так далее. Мы не занимались, это еще очень объемная проблема, потому что мы не занимались подготовкой кадров. Это на советское время, я не хочу его хвалить, в нем было и плохое, и хорошее, но там было очень много того, что можно было перенять. Допустим, подготовка кадров, факультет журналистик готовил ровно столько журналистов, примерно, сколько нужно было районным газетам, городским газетам, дали, планировалось что-то. Сейчас у нас каждое ГПТУ назвалось объемным университетом, мы плодим юристов, дипломатов, журналистов, ну, все такие престижные специальности, для которых в республике нет работы. А профтехучилища у нас, где надо готовить людей для нормальной работы, чтобы они работали на предприятиях и так далее, они закрыты по той причине, что и работы такой-то нет, да. Иначе вот в итоге наши дипломаты, юристы, и так сказать, едут работать официантами. Разнорабочими. Разнорабочими, да? Неужели невозможно создать проекты, чтобы ездить в Молдове, не иностранцы? Так вот я рассказываю дальше, вторую часть марлезонского билета. И вот в 2000 году в власти Воронина решено было начать возродить производство в Молдове и так далее, и приехали иностранные инвесторы. Они спросили, скажите, пожалуйста, ваши рабочие сколько захотят получать на предприятии? Они за 200-300 долларов будут работать? Примерно как в Египте, в Малайзии, в Китае и так далее, и так далее. Они говорят, нет, ну наши рабочие уже выехали за рубеж, они знают, что такое зарплата? Тысяча евро, понимаете ли? Это тысяча долларов, 800 долларов, они ни за что не будут работать. И мои инженеры с Мизона тоже поумнели. Они уехали кто в Румынию, кто в Россию, и там себе нашли работу. Понимаете? Наши кадры разбежались, и наш поезд ушел. Когда можно было за счет дешевой нашей рабочей силы сделать рывок. Мы его просто бездарно в 90-е годы профукали, понимаете? То есть у нас было хорошее основание, да, но те люди, которые прошли в начале 90-х годов к власти, они в основном не понимали, а что делать с этой страной, что делать с этой экономикой, понимаете? Они просто бездарно, они сначала за нее дрались, да, и так долго они боролись, кто у кого перетянет это, что в итоге эти все активы экономические, которые остались в Молдове, они остались ненужные. То есть они безнадежно отстали.